Здрасте, люди! Тут, в общем, приехал ко мне такой вот интересный ЛСА. 10 лет служит ездить, всё хорошо. Нагар на свечах, смотрите, какой красивый. О! Ну, в общем, красота! В блоке дроссельных рассыпался вот в такую вот труху, резиновое колечко на винте качества. И вот только что открыл, вот, хотите верьте, хотите нет, открыл фильтр, сеточку, а тут только сеточка, пластика нема. Во! Смотрите! И бензин вонял дико, когда я его раскручивал. Ещё хозяин говорил, что так воняет бензин сильно. А здесь, вон, смотрите, мусор такой. Во! Представляете, какой бензин нынче. Так что, будьте внимательны. Ну, и раз я уже начал съёмки этого чуда, то уже до конца покажу вам, что с ним и как. Малый диффузор второй камеры. Когда его вытаскивали, вот таким вот образом его деформировали. Но это было ещё до меня, потому что человек прибыл уже с таким вот интересным малым диффузором. Кстати, он тут ещё и неплохо плотно сидит, пружинка вот в этом месте спасает. И вот такого вот формата получился здесь малый диффузор. Вот. Его вытаскивал хозяин этим самым круглогубцами или плоскогубцами и вот так вот деформировал. Дальше у нас по этой части, в принципе, всё совсем неплохо. Но топливный жиклёр первой камеры вместо 107-го, 112-й, хотя маркировка 107. Но я уже вам не буду показывать, чтобы типа время лишнего не занимать. Вот. А вот жалею, что только сразу всё-таки не снял вот эти вот ой, воздушные жиклёры, главное, дозирующие. Смотрите, какая здесь. А ну-ка. Ну, типа выход. Видите? Типа облой или фаска вам. Видите, торчит немножко. И вот здесь тоже немножко торчит. Жаль, у меня камера не даёт возможности прям хорошо так показать. Короче, какая штука? Этот вот типа облой он был внутрь канала. И я, получается, взял калибр 170-й. Я его проталкиваю, он начинает идти хорошо, а в конце тут хоп, и застопорился. И дальше вот, ну, не лезет никак. И мне его силой пришлось надавить, и он вот как раз вот эту вот типа вальцовку, или как это правильно назвать, он её выдавил. Выдавил вверх. Так что теперь это действительно 170-й жиклёр. И это тоже действительно 170-й жиклёр. То есть, тарировка нормальна, но до конца он не был досверлен. Так что, парни, учтите, если у вас китайский карбюратор LSA, сделано в Словакии, кстати, как видите, 2105-20, то его 107-й жиклёр может быть 112-м, то есть, топливный во вторую камеру. Он по факту 170-й. В общем, китайцы сделали его по жиклёрам мощным, прям таким конкретно мощным. Эмульсионная трубка, как обычно, ничего особенного. Малый диффузор тоже ничего особенного. Вот с этой же китайской маркировкой. Есть, ну, фокусируйся. H201-Z. Вот, ну, как обычно у китайцев это происходит. Уровень топлива, кстати, был хороший. Направление струи неплохое. Перед осью она бьёт. Вот, с жиклёрами топливными по системе холостого хода и переходной второй камеры. Ну, навскидку на глаз. На глаз нормальные. Вот. На что я ещё хотел обратить внимание. Вот, смотрите, на первую камеру. Так оно, фонарик. О, смотрите, какая здоровенная щель. А с другой стороны щели нету. Переворачиваем. Так, так, хуже видно. Так, вот сейчас я открываю. И смотрите, какая она кривая. Хоп. Видите? Выкрученная. А я думал, чё холостой как-то так странно регулируется. А у него воздух нерегламентированный через вот эту щель. Хозяин говорит, что у него вот такие вот штуки стояли. И они... Ну, одна у него развалилась эта штука. И, типа, попала сюда. Ну, и как бы из-за неё, типа, эта штуковина случилась. Ну, кто его знает. Вторая камера. 32 дроссель. Ну, как бы всё здесь понятно, как обычно. Развалившаяся. Здесь вот резинка. Бензин нереально вонючий. Я такого смрада буквально пару раз в жизни только слышал. Вот. В остальном... Мелочи по шпилькам. В остальном всё хорошо с ним. Буквально решить проблему с дроссельной заслонкой. Собрать его. Я смотрю, мотору по нагару очень понравилось. По жиклёрам. То, наверное, придётся их и оставить. Вот. Перемерить, что ли, диффузор главный. Может, он немножко больше, чем 21 мм. Может, это типа семёрка-серединка. В общем, загадка. Немножко загадка. Ну, будем дальше разгадывать. Ставить на машину. Это, кстати, за 10 лет. Хозяин говорит 10 лет карбюратору. Смотрите, герметичность держит идеально. Хоть и китаец. Все дела. И при всех этих чудовищных бензинах китайская диафрагмочка родная. И вот это вот отслужили, отработали. 10 лет. Ну, я удивлён. Я удивлён. По-видимому, придётся забрать свои слова о качестве этих диафрагм. Вот такие вот дела. Серединку уже как бы собрал. И низ. Всё вроде как даже красиво. Вот. Начал собирать вверх. Вот. Ставлю фильтр топливный. Хотя страшно ставить, чтобы его тоже не растворило. И вот случился ещё один китайский прикол. Я даже не ожидал. Затягиваю его. И что-то хоп, он провернулся. Такой, типа, не понял. Что там, резьба сорвана? Смотрю. Не резьба нормальная. Ну, надо же затянуть его нормально. Ну, чтобы не капало. Затягиваю. Затягиваю, затягиваю. Хлоп. Пошёл. Снимаю. А резьба там осталась. Вот такой вот китайский фокус. Я даже не ожидал такого сюрприза. Ещё один прикол. Вылазит по ходу. Вот так вот мега перекрученная. Вот винт регулировочный при открытии воздушной заслонки. В общем, он аж вывалился. Не зря хозяин говорил, что зимой у него машина плохо заводилась. Да, да, я подгазую. Первый пробный запуск. Ничего лишнего не подключаем. Ну что, заводите. О, даже холодный работает. Так, ну что, глушите? Соберём. Наша любимая яма. Соберём. 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 Сонар малёк, еда? Отлично. Отлично. Отлично, мне нравится. Ну и порядок, поехали тогда на гараж, тут налево, еще налево. Докторahn.